За сотни привлекательных пакетиков может таиться разочарование, а виной тому непроверенные сорта продаваемых семян. Есть риск, что ничего не вырастет вообще и урожай будет не таким, как все расписано на этикетке. Чтобы этого избежать, советуют внимательно изучать пакетики. Доверие вызывают те, на которых прописаны названия растений на русском и латинском, наименование сорта или гибридом, сведения о производителе или импортере, номер партии, дату упаковки семян, а также масса в граммах или количество в штуках. Наименование биологического или химического препарата, если семена обработаны. Кроме того, допускается нанесение на малогабаритную упаковку дополнительной информации о семенах сельскохозяйственных растений. Также покупатель имеет право потребовать документы, удостоверяющие сортовые и посевные качества. Это, например, сертификат при покупке семян. А еще рекомендуют покупать семена в проверенном месте. Так поступает и Галина, огородник с 10-летним стажем. Женщина дачный сезон начинает с конца февраля, с высадки рассады. Надо вырастить рассаду, тут прикормку купить, потом средства от всяких вредителей и для сада. Потому что огородники сезон начинается рано и заканчивается поздно. Продавцы отмечают, что массовая закупка семян начинается обычно после новогодних праздников. Но и в апреле покупатели не перестают заходить. Сейчас активно приобретают огурцы. Есть сорта, которые пользуются наибольшим спросом у орловчан. Это огурец-артист. Он сажается и в открытый грунт, и в теплицу. Он идет в прямой посол и просто помариновать, и покушать. Это небольшой корнишон, который устойчив к болезням. Ползоносит он до самых заморозков. А еще Казбек – настоящий полковник. Мураш, как ураж – тоже в числе самых популярных сортов огурцов. Некоторые приходят, допустим, с этикеточками, с упаковочками. То, что они сажали, и то, что им понравилось. И то есть мы даем им по факту. Покупать проверенные сорта – тоже правильный подход. Но если ради эксперимента хочется попробовать новинку, рекомендуют изучать не только упаковку, но и заглядывать на сайт госсорткомиссии. Там доступен реестр селекционных достижений. Самое главное то, что сорт, если включен в госреестр, он проверен на наличие и отсутствие ГМО. Если он включен в реестр, значит, ГМО в этом сорте отсутствует. В реестре прописана основная информация о сорте, его описание, о главный регион возделывания. Так сразу будет понятно, выживет ли растение в наших условиях или нет. Специалисты мониторят и сайты, где продаются семена, смотрят, есть ли предлагаемые сорта в госреестре. Если замечают нарушения, продавцам описывают предостережение. Также мы, получается, проводим непосредственно выездные обследования. Выезжаем, смотрим посевы посадки. Также проводим обследование посевов в сотовых участках. Отбираем пробы витативной массы, наличие ГМО. Проводят инспекторы и проф. визиты. Екатерина Головина, Арина Волкова, телеканал Первый областной.